Ирина и Борис Логиновы – частые гости Толжского монастыря. Своего супруга женщина встретила четырьмя годами ранее, как раз после визита к лику Бога Матери. Тогда же мужчина переосмыслил отношение к вере. Я с работы шел на обед. Смотрю, женщина там в установке одна. Он сказал, не уезжайте в Ярославль, там погода какая хорошая. И через 10 дней он мне предложил не только жениться, но и обвенчаться. И мы обвенчались даже. Не только женское счастье, но и спасение дочери. В толгу к святыне Ирина Логинова приезжала накануне страшной аварии. Как чувствовала, после лобового столкновения – настоящее чудо. Машина не подлежала восстановлению. Все удивлялись, у нее не осталось ни царапинки. При лобовом столкновении с автобусом, с огромным. Ее вытащили из машины совершенно целой, невредимой. А накануне мы с внучкой помолились. На праздничной литургии в честь иконы Толжской Божьей Матери привычно многолюдно. Сюда приезжают из других регионов. Сами переселенцы из Чернигова. Поэтому матушка Варвара, она наша землячка. Мы здесь полгода как живем в Ярославле. И уже даже дети, как только узнают, что поедем в Толжский монастырь, это просто для них радость какая-то. Здесь настолько красиво. Я был впечатлен, даже растерялся, если честно. Потому что я был и в оптии не пустым. Но только размах, масштаб. Я, честно, даже сначала потерялся. После божественной литургии на Соборной площади крестный ход в Кедровую рощу. Во главе митрополит Ярославский и Ростовский Вадим. Также гостями стали архиереи, многие из которых в разное время служили в толге. Радостно видеть и матери игумни, и прежде всего настоятельницу монастыря, матушку Варвару, которая с ее неустанными трудами и заботами вместе с сестрами созидается не только благолепие этого храма, но созидается и тело духовности всего нашего народа. И всем я вам хочу также низко, земно поклониться за ваши труды. Сегодня Толжская обитель украшена живыми цветами, но никакие земные цветы не сравнятся с любовью человеческих сердец к Царице Небесной. Последние годы в свято-введенском Толжском монастыре не прекращаются реставрационные работы. Часть объектов являются культурным наследием. Продолжается обновление храма Спаса Нерукотворного с больничными палатами, крестово-сдвиженского корпуса, а также воротных башен и башен ограды знаменитой Кедровой рощи. Икона уже много веков охраняет нашу землю, является нашей святиной. И каждому, кто к ней обратится с просьбой, она действительно помогает. Ежегодно огромное количество ярославцев прикладывается к Толской иконе. Эта икона является символом Ярославля, покровителем Ярославской области. И этот праздник особенно значен для всех жителей Ярославской области. Празднование Дня Толги только за пятничное утро собрало несколько сотен прихожан. Автобусы с паломниками ждут здесь и в выходные. Алена Стицук, Сергей Мазилов. День в событиях. Продолжение следует...